Всем привет! Сегодня у нас вторая часть видео простых изделий из кожи своими руками. Если вы пропустили первую часть, я на нее ссылочку оставлю в описании. Первым будем делать кожаный браслет. Для него нам понадобится кожа двух цветов, заклепки, шаблоны и у меня еще вот такой замок для браслета. Вместо замка можно использовать кнопки. Для начала я выравниваю срез кожи с одной стороны. Прикладываю к нему шаблон ремешка и фиксирую его зажимами. Можно просто перевести шаблон на кусок кожи и вырезать по линейке. Но я переводить не буду и буду резать сразу по шаблону. Будьте осторожны с роликовыми резаками, они очень острые. Вот такая прямоугольная основа должна получиться. Шаблоны в виде бабочек я перевожу на кожу маркером по ткани. Всего нам потребуется четыре таких детали. Две из них будут на светлой коже и две на темной. На темной коже у нас будут детали с прорезями, а на светлой цельнее. Теперь нужно вырезать все детали. Контур я вырезаю маленькими ножницами, так удобнее. Вот такие бабочки в итоге получаются. На темных деталях я белой гелевой ручкой наметила линии разрезов. Здесь мы будем делать прорези, через которые будет проглядывать основа. Их уже удобнее делать пресаком. Белые следы гелевой ручки очень легко удалить с кожи влажной тканью. Ну вот, теперь можно приступать к следующему этапу. Складываем наши бабочки вместе так, чтобы светлая кожа оказалась внизу. Чтобы они не двигались относительно друг друга, я их фиксирую зажимами. Теперь по центру пробойникам нужно сделать одно отверстие. Делаем его сразу через две детали. В это отверстие мы будем устанавливать заклепку. То же самое повторяем и со второй бабочкой. Фиксируем по бокам детали, чтобы они не сдвинулись. И пробиваем отверстие по центру. Теперь на браслете нужно наметить место, где у нас будут располагаться бабочки. Я это делаю белой гелевой ручкой, но можно использовать и шило. В намеченных местах пробиваем также отверстие. Теперь нужно установить наши бабочки на заклепке. Но прежде чем закреплять заклепку, необходимо разместить обе бабочки и расположить их на браслете так, как они должны находиться после закрепления. Теперь можно одевать вторую часть заклепки и все фиксировать зажимом. Осталось только закрепить замок. Он у меня зажимной. На краю у него расположены небольшие зубчики. Именно за счет этих зубчиков замок будет хорошо держаться на коже. Аналогичным образом устанавливаем вторую часть замка с другой стороны. Вот такая красота в итоге получается. Основу браслета можно тоже делать с прорезями, так она получится более узорной. Вторым я буду делать брелок с рисунком. Понадобится кусок гладкой кожи. На гладкой коже удобнее рисовать шаблон, заклепка, колечко для брелка и краски для кожи. Я перевожу шаблон на кожу белой гелевой ручкой. Ее лучше всего видно на темной коже. К основной детали нужно добавить еще небольшой прямоугольный хвостик, шириной примерно в полсантиметра. Из него я буду делать ушко для колечка. Вырезаю заготовку тонкими ножницами. Можно это сделать и резаком, но на мой взгляд детали, в которых много изгибов, удобнее вырезать все-таки маленькими ножницами. Пробиваю два отверстия, чтобы в дальнейшем в них можно было закрепить заклепку. Я буду рисовать перышко. Для этого основу я закрашиваю белой краской. Основной цвет я в итоге наносила в три слоя. Краску наношу таким образом, чтобы сымитировать ворсинки пера. Для того, чтобы перышко получилось более реалистичным, я добавляю немного серой краски. Черной краской прорисовываю сердцевину и делаю небольшие щербинки. И последним этапом поверх черной краски я наношу немного золотой. Вот что в итоге получается. После того, как краска высохла, можно устанавливать заклепку. Я сразу вкладываю колечко и при помощи пробойника зажимаю клепку. К сожалению, у меня нет специальной насадки для заклепок, поэтому, чтобы не испортить поверхность, я подкладываю кусочек кожи. Так поверхность клепки будет меньше деформироваться. Нужно будет все-таки поискать подходящий инструмент для заклепок. Вот такой простой и красивый брелок у нас с вами получился. Третьим я буду делать чехол для банковской карты или для транспортной карты. Понадобится кожа двух цветов, пробойники, нить для сшивания и шаблон. Кусочек зеленой кожи у меня с дефектами покрытия, поэтому я вырезаю деталь прямо из середины. Здесь кожа менее повреждена. На куске светло-коричневой кожи я перевожу шаблон и сразу намечаю все отверстия для прорези. Теперь можно все вырезать. Крупные срезы я делаю роликовым резаком. Прямые срезы им делать удобнее и проще. Да и срез получается гораздо ровнее. Все остальное я буду вырезать ножницами и простым резаком. Лучше всего использовать новое лезвие, так срезы будут получаться ровнее. Вот такие две детали в итоге должно получиться. Зеленую деталь я буду приклеивать к светло-коричневой детали с внутренней стороны на клей-момент-кристалл. Для этого наносим клей и ненужной кисточкой аккуратно его выравниваем, чтобы потом не было подтеков. И чтобы все тонкие перемычки точно приклеились. Все хорошо прижимаем и оставляем просохнуть. Я решила добавить еще немного потертостей на коже. Для этого я беру мелкую наждачку и прохожусь ей по краям и по сгибу. Состаренная кожа всегда выглядит интереснее. Теперь осталось пробойникам сделать отверстие по краям для сшивания. Я их пробиваю сразу через три слоя. Беру джинсовую нить и начинаю сшивать. Для кожи лучше всего, конечно, использовать специальную вощеную нить. Но у меня не нашлось ее подходящего оттенка, поэтому я буду использовать джинсовую нить. Я имитирую машинную строчку. Для этого я прохожусь строчкой в одну сторону, фиксирую уголок и потом начинаю возвращаться в обратную сторону. Таким образом стежки получаются без пробелов. В конце я опять же фиксирую уголок снизу и сбоку и завязываю узелок на обратной стороне. Лишние концы обрезаю. И вот наш чехол для карты готов. Оригинальный и стильный аксессуар поможет сохранить вашу карту от истирания. А также может стать прекрасным подарком. Давайте еще раз вспомним, что мы сегодня с вами сделали. Три достаточно простых, но оригинальных идеи. Такие мелочи могут стать приятным подарком для ваших близких. А главное, что сделать это все просто и легко. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok